Привет всем клевым парням и девчулям, с тобой как всегда феномен. Мы продолжаем говорить об игре Ark Survival Evolved и подробно разбираться с бегающими по карте существам, чтобы ты точно знал, что это за Дина, на что она способна и как себя вести при встрече с ним. Сегодня я расскажу тебе все, что мне известно о мегалозаврах. Если ты любитель качественного пвп, то советую заглянуть на проект Ark Noobs. Только здесь, где постоянно высокий онлайн, есть шанс показать, чего ты стоишь на самом деле и способен ли ты доминировать наравне со всеми. На этом пвп проекте все шесть официальных карт соединены в один пвп кластер с рейдами x5 x10. Кроме того, проект имеет некоммерческую направленность, поэтому в лучах можно найти такие вещи и чертежи, которые ты мог видеть только в своих мечтах. Все подробности о проекте Ark Noobs ты найдешь, перейдя по ссылочке в описании. Что касается реального прошлого нашей планеты, то мегалозавры бегали по ней примерно 60-200 миллионов лет назад. Ископаемые останки этих динозавров находили на территории Европы, Азии и Африки. Мегалозавры были здоровыми двуногими плотоядными ящерами, достигавших 9 метров в длину и весили они около одной тонны. Каких-то иных отличительных характеристик о мегалозавре мне найти не удалось. Внешность мегалозавра в арке соответствует этому описанию. Они похожи на уменьшенную версию аллозавра. Необычно в их внешности то, что их голова и спина украшены перьями. Мегалозавр это яростный ночной хищник, активно охотящийся на многих животных. Однако в течение дня он ложится и засыпает. Хотя к спящему мегалозавру можно безопасно приблизиться, при прикосновении или нападении он проснется. При пробуждении он будет преследовать игрока на короткое расстояние, хотя он будет двигаться вяло и его атаки будут намного слабее. Но на карте аберрация будь осторожен, потому что аберрантный мегалозавр никогда не засыпает. Но вне карты аберрация мегалозавры засыпают, как и обычные другие мегалозавры. И пусть небольшие размеры мегалозавра не вводят тебя в заблуждение. Не вздумай предположить, раз мега маленькая, то он не опасен. Лично для меня мегалозавр опаснее аллозавра. Ночью базовый урон мегалозавра выше, чем у Тирекса и соответствует базовому урону Рипера. По уровню здоровья мега лишь незначительно уступает Тирексу. Но мегалозавр опасен не только уроном, а тем, что он может схватить игроков и мелкую живку в зубы и убивать очень быстро, независимо от уровня мегалозавра и качества одетой брони. Хоть он слабее в течение дня, я не рекомендую вступать в ближний бой с мегалозавром. Вместо этого лучше держать дистанцию и использовать оружие дальнего боя. Напоминаю, что на аберрации мегалозавры всегда бодрствуют, поэтому считать, что мегалозавр на абере – это почти два Тирекса в одном существе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас перед тобой список всего того, что способен схватить мегалозавр и удерживать в своей пасте. Обрати особое внимание на водную живку и летающих существ. К сожалению, при тестировании выявились некоторые несоответствия. Водную живку он не хватает, а летающих существ и некоторых наземных существ он хватает лишь ночью. Поэтому имей в виду, что мегалозавр может схватить твоего Дина, скинув при этом тебя с седла, и сильно его погрызть, пока ты будешь пытаться убить мегу. Но вот днем мегалозавр становится просто ленивой жопочкой. Он медленно передвигается, у него падает урон, и его выносливость очень быстро тратится, даже в неподвижном состоянии. И когда дикий мегалозавр устает, у него начинает расти оглушение. После убийства мегалозавра с него можно собрать сырое мясо, сырое первосортное мясо и кожу. Теперь давай поговорим о способностях мегалозавров и где он может использоваться. Но во-первых, на аберрации мегалозавр это заменитель тирексов. Он гораздо быстрее, мобильнее и сильнее тирекса. А выращенный мегалозавр может запросто соперничать с риперами, василисками и скальными дрейками. К сожалению, без наездника мегалозавры всегда пытаются схватить жертву в зубы и независимо от урона наносят всего 75-80 единиц урона. Поэтому брать с собой толпу мегалозавров без наездников, например, на арену с боссами, бессмысленно. Во-вторых, мегалозавр может быть очень полезным для приручения. Но если ты, правда, не соло-игрок, а если у тебя есть напарник. Напоминаю об огромном списке существ, которых мегалозавр может схватить в зубы. Ты можешь схватить нужное тебе существо, принести в нужное тебе место, а напарник может просто расстрелять цель из транквилизаторов. То есть это такой модернизированный капрозук. Когда существо будет оглушено, оно автоматически выводит из пасти мегалозавра. Но, блин, днем его выносливость тратится, и нужно очень много времени на ее восстановление, пока мегалозавр будет спать. В общем, лично мое мнение, приручение мегалозавра оправдано только для аберрации. На других картах, где он засыпает, толку от мегалозавров маловато. Если у тебя другие идеи, то буду рад их выслушать в комментариях к видео. Мегалозавры могут разбирать только трупы убитых существ. Никаких выдающихся талантов в плане фарма у него нет. Мегалозавры способны повреждать соломенные и деревянные постройки. Они проходят любые ворота, а остановить их можно при помощи большого капкана. Повстречать мегалозавров можно на всех официальных картах, в некоторых пещерах и гуляющих по территории островов. Конкретно регионы их спауны ты можешь видеть данный момент на экране. Приручение мегалозавров стандартное насильственное. Все подробности приручения таких существ я подробно рассказывал в обзоре, ссылка на него вверху в подсказке. Но есть некоторые серьезные нюансы, связанные с мегалозавром. Значит смотри, один раз в сутки в 20 часов 30 минут по игровому времени он просыпается независимо ни от чего. Какое бы у него ни было бы оглушение, он все равно просыпается. Поэтому для приручения максимальной эффективности нужно ждать, пока у мегалозавра упадет почти в ноль еда, и кормить его в это время только наркотиками. Когда он проснется, нужно снова его усыпить, и лишь после этого вкидывать еду. В противном случае ты рискуешь напрасно потратить корму. Ну а днем его можно измотать и уложить в бессознательное состояние, просто бегая пешком от мегалозавра. Ну и последнее вытекающее отсюда заключение. Приручение мегалозавра на низкорейтовых серверах начинает лучше всего с наступлением дня. То есть когда он уснет, у него начнет подниматься оглушение, можно его даже не коцать, он сам уляжется спать, и у него начнет снижаться еда. Вот. Просто дело в том, что тебе придется укладывать спад топового мегалозавра минимум два раза, поэтому стрельба должна вестись только из винтовки с дротиками. В противном случае у мегалозавра может тупо не хватить здоровья, и он умрет от твоих выстрелов. На высокорейтовых серверах все намного проще, и не нужно сильно загоняться. Любимым кормом для мегалозавра являются киблы из яйца Авераптора. Для приготовления этого кибла нужны яйца Авераптора, кукуруза, первосортное вяленое мясо, межаберри и волокна. Для приручения топового мегалозавра 150 уровня на серверах с рейтами ИХС-2 потребуется 17 киблов, 1 час 45 минут реального времени. Если киблов нет, то притамить его можно на сырой баранине, причем быстрее на 20 минут, но с потерей 5 уровней. Седло на мегалозавра открывается с 57 уровня и создается из 320 единиц кожи, 170 волокон и 30 слиткового металла. Процесс разведения мегалозавров несложный. После спаривания самки откладывают оплодотворенные яйца. О том, как разводить таких существ и добиваться топовых статов, я уже очень подробно рассказывал в обзоре, ссылочку на него ты видишь вверху в подсказке. Полный цикл от начала инкубации до вырастания возрастлый особь занимает 4 дня, а кормиться самостоятельно из кормушки маленькие мегалозаврики начинают через 9 часов, когда вырастают юнцами. Хвататься перевозить мегалозавров могут только кицали. Что касается распределения статов, то мегалозаврам стоит сбалансированно качать здоровье, выносливость, урон, ну и по вкусу скорость передвижения. А теперь наш традиционный розыгрыш 300 рублей за лайки и комментарии под предыдущим видео. Напоминаю, для того, чтобы принять участие в розыгрышах, необходимо лишь ставить лайки и комментарии под новыми видосиками. С полными правилами ты можешь ознакомиться по ссылке в подсказке. Желаю всем удачи! А победителем нашего розыгрыша сегодня становится... Глейрик! Спасибо большое, Бро, за твою высокую оценку в моей работе и поддержку. Ну что ж, братишки и сестренки, я рассказал все, что мне известно про мегалозавров. Не забывай, что твоя поддержка служит для меня лучшим стимулом для создания новых видео. Поэтому, если ты хочешь, чтобы я чаще выпускал видеообзоры по динозаврам, то ставь твой лайкусик. Не забывай, что других критериев понять, нравится ли тебе этот контент, у меня нет. Для тебя за то, что я работал твой лучший друг, Феномен. Искренне желаю удачи тебе в игре и реале. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok